Мы сегодня будем снова рассматривать художественную ситуацию в Москве в самом начале 90-х годов, в тот момент, когда общая ситуация кардинальным образом меняется, поскольку меняется поколение, меняется политический строй, меняется страна, меняется экономика этой страны. И при этом это время так же, как время, не знаю, с чем сравнить, например, время революционных 20-х годов или время хрущевской оттепели чрезвычайно богато на события, на появление новых имен, которые вступают, художники вступают друг с другом в странные союзы, очень молодотворные и художественная жизнь начала 90-х чрезвычайно интенсивно, чисто по событийности. В прошлый раз мы достаточно подробно рассмотрели историю двух группировок, которые вступают на художественную сцену Москвы в конце 80-х годов. Во-первых, это группа инспекции медицинской герменевтики, самая младшая в кругу московской школы концептуализма и новое совершенно для Москвы явление, которое получило название «Московский акционизм». Радикальные московские художники, основным способом существования которых в искусстве оказывается художественная акция. Это группа движения ЭТИ «Экспроприация территории искусства» и другие группы Анатолия Осмоловского. Это Олег Кулик, без которого бы 90-е просто не состоялись, как кажется, сегодня. И, наконец, сегодняшнюю нашу встречу я начну рассказом о другой группе, которая сложилась тоже в конце 80-х годов. Эта группа состояла из очень пестрого подбора ярких персоналей. Значительную часть ее составляли художники, которые приехали в конце 80-х в Москву из Ростова-на-Дону. И одним из этих художников был Лавдей Тараганян, работу которого вы видите перед собой на экране. Вообще, вот этот круг авторов, которые эмигрируют из Ростова-на-Дону в Москву в конце 80-х годов, существует как группа достаточно давно по меркам тогдашней быстрой истории. В Ростове-на-Дону она стала известна под названием «Товарищество, искусство или смерть». Входили в нее помимо Авдея Тараганяна, который был таким вот неформальным лидером, также Валерий Кошляков, Юрий Шабельников, Александр Сигутин и некоторые другие художники, которые постепенно с 88-го примерно года перебираются в столицу для того, чтобы найти не то, что, скажем, рынок искусства, хотя, может быть, и такие надежды были, хотя как такового рынка внутри тогдашнего СССР фактически не было. Мы говорили о том, что приезжали западные коллекционеры, скупали в большом количестве работы художников в мастерских в Фурманном переулке, но вряд ли это можно назвать стабильной рыночной ситуацией и, в принципе, к самому концу 80-х поток покупателей значительно снизился. Скорее художники с Юга России искали такого контекста, скажем так, дружественного, профессионального, который помог бы им в художественном росте. Надо сказать, что практически все участники «Товарищество искусства или смерть» были художниками со специальным художественным образованием, замечательными, почти все были замечательными живописцами классическими, которые по окончании вот этих всех вузов, например, Валерий Кошляков учился в училище военных художников имени Грекова. Там же пытался учиться Авдей Тараганя, но был оттуда исключен. И почти все из них и близких к ним художников посетила по окончании этих институтов мысль о том, что совершенно непонятно, что делать с их художественным умением, с ремеслом. То есть все тот же самый вопрос, который вставал и перед шестидесятниками, которые пытались найти новый способ существования в искусстве, и перед многими другими художниками, которые пытались придать своим ремесленным навыкам какой-то моду современности. Та же самая ситуация складывается и в Ростове-на-Дону. И прежде всего такой выход из сложившейся ситуации художники обычно ищут в книгах «Кризис безобразия», например, или «Модернизм. Критика основных направлений», «Закат западной культуры» и так далее. Это книги, которые выпускались в СССР, и содержание которых сводилось к тому, что авторы описывали этот чудовищный Запад и его искусство как совершенно что-то запредельно отвратительное, но между строк, тем не менее, сквозило глубокая симпатия к модернизму, постмодернизму и другим новаторским течениям. Более того, эти книги сопровождались такими довольно объемными блоками черно-белых иллюстраций. И вот Авдей Тараганян в поисках своего собственного пути от классического рисования в современность приходят к тому же примерно, к чему пришли некоторые московские художники еще в 70-е годы, а именно к созданию некоего персонажа, от лица которого он работает. Это такой выдуманный художник, который очень плохо умеет рисовать, который при этом чрезвычайно заинтересован в истории искусства XX века и беспрерывно копирует по черно-белым иллюстрациям в критических книгах, написанных советскими искусствоведами, шедевры мирового модернизма и постмодернизма. Вот перед вами одна из таких работ, копия, сделанной неумелой, слабой и дрожащей рукой вот этого художника-самоучки, мечтающего стать великим модернистским живописцем. Другая работа Авдея Тараганяна примерно того же периода является плохой копией картины Анри Матисса «Нимфы и сатир». Другой художник, с которым Авдея Тараганян познакомился и подружился в Ростове-на-Дону, это Валерий Кошляков, работавший после окончания института и после работы, после службы в армии в Ростовском театре музыкальной комедии. Именно вот с таких коллажей начинает он свой путь в сторону от классической живописи. Серия украшений красивого складывается из найденных предметов, в данном случае старых фотографий артистов-оперетты, которые сами по себе прекрасны. Они одеты в немыслимые костюмы, напомажены, у них накладные ресницы и наклеены усы. Но автору кажется, что эта красота, особенно после того, как она оказалась запечатленной на фотографии, фотография выцвела, потом некоторое время лежала на задборках театра, пожелтела, запылилась и порвалась, требует некоторого украшения. И поэтому Валерий Кошляков видит, то есть находит такой как бы способ работы с прекрасным, коим для него всегда остается живопись. Он пытается реабилитировать эту красоту через ее разрушение, демонстрируя ее разрушение, ее невозможность сегодня, как некое целостное высказывание, которое всегда, как и все прочие в постмодернистской ситуации, заключается в кавычке. Уже к моменту переезда в Москву начинают делать вот такие архитектурные пейзажи, написанные на больших плоскостях обычного гофрокартона, раскладывая эти старые коробки, иногда промокшие под дождем, высохшие, найденные на помойках и около овощных ларьков. По стенам своей мастерской он по памяти воспроизводит на вот этих больших форматах виды Италии, виды Древней Греции, пейзажей Рима, виллы Флоренции и так далее. Никогда не бывавший в Италии, Греции и вообще в Европе, за границей художник воспринимает вот эти открыточные виды как ту красоту, которая, будучи вечной, может сохранить свой статус прекрасного только в том случае, если продемонстрировать ветхость этой красоты, ее хрупкость, ее подлинность проявляется только в том случае, если мы снимем с открыточного вида на Парфенон, тот слой глянца, который наносится на прекрасное здание миллионными глаз туристов, приезжающих в Афины. Именно поэтому прекрасные мастеровиты, сделанные архитектурные такие панорамы художник очень жестко потом обрабатывает, срывая верхние слои картона, давая каким-то знаком имеющимся на этой картонке, проступать сквозь тонкий слой краски. И таким образом складывается целая серия видов Италии, видов Древнего Рима, видов Древней Греции, в которых замечательным образом создается образ такой вот кичевой красоты, которая сохраняет себя в качестве высокого искусства только в том случае, если продемонстрирован ее хрупкий, ненадежный и невечный характер. В 1988 году Авдей Тараганян переезжает в Москву, и вскоре вслед за ним в Москву переезжает Валерий Кошляков. Надо сказать, что до отъезда они сделали вместе со своими друзьями несколько выставок. В частности, одна из них открылась в местном кооперативном туалете под названием «Прогресс». Выставка называлась «Провинциальный авангард» и просуществовала недолго, после чего галерея была закрыта властями города. Уже по самому этому факту можно сделать вывод о том, что группа художников ростовских не ограничивалась созданием произведений искусства, но также, как и, например, московская группа «Мухомор» в начале 80-х, также, как и другие группы, вроде чемпионов мира или клуба авангардистов, была склонна к таким вот нестандартным экспозиционным решением и смотрела в целом на свое присутствие в этом мире, на свое общение с публикой, как на разновидность игры, которую приглашали художники и своих коллег маститых академических живописцев, так и посетителей кооперативного туалета. Следующей выставкой, которую Авдей Тараганян, человек чрезвычайно энергичный, остроумный и волевой, с явными признаками организаторских способностей, организовал он выставку под названием «Италия имеет форму сапога». И следующую выставку уже он открыл в Москве в гостинице «Юность». Она называлась выставкой, которой не считается, потому что все очень плохо. Вскоре после переезда в Москву и попыток найти свой круг общения, таких же безуспешных попыток поначалу, как это было со Смоловским и его друзьями, художники снимают несколько квартир в расселенном доме в Трехпрудном переулке. Происходит это, если не ошибаюсь, в 90-м или 91-м году. И вскоре на чердаке этого дома открывается галерея. Художники отреставрировали заброшенный чердак, покрасили его белой краской и устраивали выставки там наверху каждый четверг. Постепенно вокруг этих мастерских складывается свой круг художников, который практически не совпадает ни с тем, что мы называем московской школой концептуализма, ни с кругом художников Фурманного переулка, ни с московским акционизмом. Это очень самостоятельный обособленный круг, в который входит не только ростовчанин, но и москвичи, например, Илья Китуб, известный доселе как музыкант, такой фронтмен группы «Кабинет» и, как говорили, лучший танцор Твиста в Москве до конца 80-х годов. Вот одна из его правительских работ «Ветер с востока» 1991 года. Еще один художник, который становится очень близким другом, а где это Роганяна и его окружение, это Владимир Дубасарский. Еще один пример художника, который заканчивает Суриковский институт и довольно долгие годы пытается освоить метод концептуализирования своего ремесла. Поначалу достаточно, с моей точки зрения, не то что безуспешно, но не очень успешно. Он перерисовывает детские иллюстрации, увеличивает вот такие вот открытки с розами на холсты больших форматов, пытается работать с китчем, с темой инфантильности и является одним из частых гостей в мастерских в Трехпрудном. Другой художник, который обитает, почему-то это сейчас называют сквотом в мастерске в Трехпрудном переулке, это не был сквот, потому что это не был самозахват здания, и они, все художники, которые там жили, платили за свои мастерски. Еще один художник приехал в Москву из Ижевска, и опять та же история, опять блистательное умение рисовать и абсолютное непонимание, как с этим быть. Вот Павел Аксенов находит свой путь, поначалу отдавая предпочтение абстрактной живописи, к началу 90-х, полностью отказывается от беспредметного рисования и переходит к созданию вот таких работ тоже, как и у Дубасарского. Я, правда, ничего не показала, но поверьте мне на слово. Серия работ, связанных с темой детского, с темой такой абсолютной, нетронутой знанием инфантильности, которая противопоставлена была московской концептуальной школе с ее непомерно высокими интеллектуальными запросами. Это, в общем-то, своего рода тоже позиция, так же, как московские радикалы противопоставляли спекуляциям московских концептуалистов свою версию спекуляции, основываясь только на другом круге текстовом философии XX века и пытались противопоставить вот такому заумному, очень эзотерическому, подчас творчеству концептуалистов Москвы, прямой жест и такое вот бескомпромиссное, жесткое действие с тем, чтобы обнаружить в конечном итоге то что-то, что может оказаться более истинным, чем плетение таких вот квазифилософских кружев силами медгерминевтики или более старших товарищей концептуалистов. Для художников Трехпрудного переулка такой оппозицией становится практически полный отказ от интеллектуальных претензий. Одним из самых излюбленных терминов у художников Трехпрудного было слово тупота. Одна из выставок, которую организует Илья Китук на чердаке здания в Трехпрудном, называется шутка-юмор. Легкий анекдот, ни к чему не обязывающие, но при этом не менее привлекательные картинки, которые не могут быть подробно интерпретированы просто потому, что там нечего интерпретировать, как казалось во всяком случае художникам из Трехпрудного переулка. Вот еще одна работа Аксенова, маленькие брошенные предметики, впаянные в такие вот бетонные кирпичи. Таких предметиков было много, и они составляли большую инсталляцию. И, как я уже говорила, в 1991 году на чердаке дома Трехпрудном переулке открывается галерея, кураторами которой являются сами художники, жители этих мастерских. И первая выставка этой галереи была скандальной настолько, что часто оказывается вписана в историю московского акционизма. На этой фотографии, может быть, плохо видно, но художники, организаторы этой выставки пригласили весь московский бомонд. Не помню, во сколько открывались выставки, по-моему, в 7, в один из четвергов. Это, по-моему, был 5 сентября. И зрители, пришедшие на этот чердак, новое экспозиционное пространство, обнаружили там не только расклеенные по стенам плохие ксерокопии картин и гравюр Рембрандта, но и сидящих под ними настоящих нищих, приглашенных художниками в галерею со своих рабочих мест. Тогда для Москвы это была очень острая проблема. И, если вы знаете географию Москвы, Трехпрудная, это совсем рядом с метро Пушкинская. А у Пушкинской, между Макдональдсом и другими новыми кооперативными магазинами модными располагалось очень много нищих, которых пугались, не любили, но которым подавали деньги. И вот эти нищие со всеми своими прекрасными качествами оказываются экспонатами внутри новой экспозиционной проектной площадки, которую открывают Авдей Тараганян и украинский художник Константин Реунов, которого тогда, кстати, опекала Ольга Львовна Свиблова. Это был ее проект, который назывался «Искусство конца XX века». Публика была шокированной, наверное, не меньше, чем тогда, когда оказалась в галерее Реджина на акции Олега Кулика и группа Николай «Пятачок делает подарки». Дело в том, что, конечно же, глубинный смысл этой акции «Милосердие», вероятно, всего был связан с таким вот представлением о старом искусстве, о классическом искусстве, как о наследии, потерявшем фактически все вместе с приходом постмодернизма, его такой вот цинической позиции по отношению к качеству художественному, по отношению к статусу художников. Нет гениев, нет непризнанных гениев, тем более только тот, вписан в историю искусств, чья подпись распознается, говорил тогдашний художественный рынок, с тех пор, правда, мало что изменилось. И копии Рембрандта в совокупности с живыми людьми, которые оказываются в данном случае всего лишь экспонатами, вот это соседство демонстрирует читу классического искусства, его видимый блеск, его, в общем-то, фиаско, которое оно терпит на рубеже 80-90-х годов. Но, конечно же, публика считывает прежде всего самый первый, такой почти хулиганский посыл, понимая, что ее эксплуатируют и что, скорее всего, она также, как и эти нищие, является предметом репрезентации в этом проекте. Авдей Тараганян, один из организаторов акции, был искренне удивлен таким возмущением зрителей, говорил, что поймите нас правильно, мы дали людям заработать, мы купили новое пальто и новую одежду. Тем не менее, первая выставка состоялась, она была достаточно скандальной, но с тех пор и каждый четверг в течение почти двух лет галерея функционировала в бесперебойном режиме. К каждой выставке выпускался небольшой буклет с силами автора этой выставки, печатался он, представлял на себя лист А4, сложенный в четыре раза, внутри располагался всегда небольшой искусствоведческий текст. И почти все выставки галереи в Трехпрудном переулке были, что называется, по жанру выставками-акциями. То есть они не столько демонстрировали публике отдельные художественные произведения, сколько работали с действием как основой вовлечения зрителя в процесс буквального считывания представленного на выставке произведения. В данном случае перед вами инсталляция, если можно так выразиться, «Море водки». Представляла из себя эта инсталляция большое панно, написанное Валерием Кошляковым, на задней стене галереи. Посредине галереи стоял стол, густо уставленный небольшими стопочками стеклянными, наполненными до краев водкой. Постепенно зрители подходили к столу, брали стаканчики, выпивали. Авторы приносили новые стаканчики и наполняли их новой порцией водки. К концу в руинах находилось не только и без того руинированное изображение моря, написанное на картоне Валерием Кошляковым, но и стол, и стопочки, и хозяева галереи, и гости. Другая выставка, которую тоже можно назвать выставкой акции, состояла в следующем. Ее автор Александр Сигутин прибил на стены галереи крючки для одежды. И когда приходили гости, он предлагал им снять свои пальто и куртки, повесить их на крючки. Таким образом выставка наполнялась, и она закончилась, когда ушел последний посетитель, сняв с крючка свое последнее пальто. Это один из редких случаев, когда на выставке скорее было представлено отдельное художественное произведение. Это работы Инны и Дмитрия Топольских «Чай с сахаром». Это были коробки сахара-рафинада, на которых были нарисованы стаканы с чаем. Но в основном, конечно же, особенно в первое время существования этой галереи, каждая из выставок оказывалась и таким поводом для бесшабашной артистической тусовки, и поводом выпить и поговорить с друзьями, и одновременно таким шутливым, но того не менее значимым художественным высказыванием, которое наводило на множество достаточно сложных подчас мыслей. Вот перед вами фрагмент одной из выставок в этом пространстве. Она называлась «Не фонтан», одновременно отсылая к идиоматическому выражению, сленговому, которое означало «не очень-то хорошо». Не знаю, существует оно сейчас в языке или нет. И одновременно указывала на прототип художественной истории вот этого объекта на писсуар Дюшана. Однако, в отличие от писсуара Дюшана, который, как известно, был установлен художником на белоснежный постамент для скульптуры, этот писсуар функционирован, был подключен к канализации. На другой стене, из другой стены торчало два крана. Над одним была надпись «Пиво», над другим «Вино». Эти краны тоже функционировали и тоже позволяли наполнить стаканы пивом и вином, что вызвало возмущение женской части художественного сообщества, поскольку... А, прошу прощения, там было только пиво. Вот в чем была соль. Это вызвало возмущение в женской половине художественного сообщества, которое было возмущено таким вот некорректным отношением к женской половине, женской части посетительниц галереи, которые не могли воспользоваться этим устройством. Еще одна выставка-акция, она даже не имеет авторства в истории группы, поскольку авторами были все. Смысл заключался в том, что каждому художнику предлагалось найти некое сочетание между формой и содержанием, между формой сосуда и наполнявшей его жидкостью. Там можно было найти аквариум с шампанским, бутылку из-под водки с простой водой. Бог знает, что еще. Зрители должны были дегустировать и ставить оценки художникам в поисках такого объекта, где форма идеально совпадает с содержанием. Как видно уже из, я не знаю, видно, кстати, или нет, на этикетках под этими бутылками, которые стоят на полке, мы видим фамилию Константина Звездочетова. И надо сказать, что постепенно вокруг галереи в Трехпрудном складывается все более и более плотное кольцо друзей и сочувствующих. И в частности, это та группа московских концептуалистов, которых, мы помним, называли постконцептуалистами, кругом галереи Аптарт и так далее. Они активно принимают участие в выставках, инициированных художниками Трехпрудного переулка. Ну и вот здесь, на этой выставке, в частности, был Константин Звездочет. Другой проект, я просто не могу не рассказывать об этом, поскольку мне представляется сегодня весьма важным по ряду признаков, которые я наблюдаю на московской художественной сцене. В сцене важно вспомнить какие-то вещи, которые больше вы нигде не узнаете, к сожалению, пока что. Это акция Александра Сегутина, она называлась «Иерархия в искусстве». И смысл заключался в том, что художников измеряли их рост, у гостей, которые приходили на вернисаж, измеряли рост, записывали в таблицу, потом вычисляли, во-первых, находили самого высокого художника, который, видимо, создает самое высокое искусство, вычисляли средний рост художника, критиков, приходивших на выставку, взвешивали, был выявлен самый крупный критик, также найден средний вес критика в Москве, и других зрителей измеряли по возрасту. Еще одна акция, которую осуществил Авдей Тараганян в пространстве этой галереи, она назвала «В сторону объекта» и в каком-то смысле являлась пародией, или во всяком случае эхом для большой ретроспективной исторической выставки Андрея Ерофеева и его тогда еще очень молодой коллекцией современного искусства, которая базировалась в музее Царицынском. Она так и называлась «В сторону объекта». Авдей Тараганян утром дня вернисажа вместе с самым крупным критиком Москвы Андреем Ковалевым отправился на московские бульвары с целью довести себя до состояния объекта. Весь день до вечера он пил, и, добравшись до выставочного зала, к моменту вернисажа действительно представлял из себя объект. Андрей Ковалев, по всей видимости, тоже. Так выглядела его статья, написанная для этой акции. В 1993 году летом галерея в Трехпрудном прекращает свое существование, и все художники, которые жили там, начинают искать себе новые мастерские и начинают искать себе новые способы существования в искусстве. Очень многие из них находят свои галереи. В тот момент уже в Москве полностью складывается художественная структура, институциональная художественная структура, где присутствуют и галереи, не столько пока, как коммерческие организации, и торгующие произведениями искусства, а как экспериментальные площадки, которые дают возможность художникам показывать самые смелые свои проекты, даже иногда финансируют затеи художников. В такой галерее, которая возникла на базе муниципального выставочного зала, в Эль-галерее, открывается в 1994 году выставка Дубасарского виноградова новорожденного художественного дуэта, которая называется «Картина по заказу» или «Картина на заказ». Данная работа называлась «В горячем цеху», она предназначалась для сталелитейного, по всей видимости, завода. Были еще картины для туристического бюро, знаменитая птица-тройка Дубасарского виноградова. В принципе, все эти вещи вы можете найти на сайте художников, который достаточно подробно показывает и эту серию тоже. Чрезвычайно удачный проект возникает в тот момент, когда Дубасарский и его друг Александр Виноградов объединяются в группу, когда они начинают работать совместно. Их метод также прямолинейный прост, как те, которыми мы располагаем, когда говорим о террогонянии Кошликове. Это метод такого анекдотического перевертыша, когда действительно навык, в чем заключается самый главный навык художника, выпускника Суриковского института. Он умеет расположить большое количество фигур в определенном порядке правильно, на большом пространстве холста или даже на стене, если мы говорим о монументальном искусстве. Он может не просто расположить их композиционно, он может графически придать им объем, решить проблему цветовой композиции, но обычный жанр большой картины советской, которую мы все прекрасно представляем, которую мы знаем по предшественникам этой картины, историческим полотнам XIX века, например. Эта картина, как казалось, во всяком случае на тот момент художникам в Москве приказала долго жить. То есть изображать на холсте 4 метра, например, на 5 съезд народных депутатов или демонстрацию в Москве, или взятие штурма Белого дома, как если бы мы подошли всерьез к этой задаче создания большой композиции живописной. Вот эти задачи уже невозможно в себе поставить, понимают молодые художники. Поэтому сюжетом большой картины вот этой многофигурной композиции может стать только нечто анекдотическое, то есть то, что может вызвать, если не гомерический хохот, то, по крайней мере, понимающую улыбку, которая прочитает в этой композиции и образованность авторов, и их заигрывание с массовой культурой, и их, фактически, заигрывание со зрителем тоже, которому предлагается с формальной точки зрения вполне товарная продукция, очень хорошо прописанный холст, и одновременно что-то очень смешное, то, что будет развлекать не только владельца этого холста, но и его гостей, которым, возможно, уже надоело покупать Шишкина и Вазовского для своих новорусских особняков, а хочется чего-то более свежего, чего веет новизной и современностью. Действительно, такие покупатели находятся, и постепенно начинает складываться рынок внутри московской художественной ситуации. Поначалу попытки, ну, как бы, я даже не знаю, не то, что создать этот рынок, и даже не то, что вырастить его, а как будто бы шаманскими такими усилиями вызвать его дух и расположить его в центре вот этого вот как бы магического стола, вокруг которого сидят все тогдашние современные художники, галеристы, художественные критики. Эти попытки начались еще в самом конце 80-х. Конечно, вы помните аукцион Сотбес, но первый и последний, замечу я. В 88-м году открываются две галереи. Это галерея Гельмана и так называемая первая галерея, в которой существуют обе эти галереи. Галереи существуют отнюдь не от продаж произведений искусства, они существуют на корпоративные деньги. Это деньги, с одной стороны, друзей галеристов первой галереи, художников самих. Это Айдан Салахова, Евгений Мита и Александр Якут. А галереи Гельмана существуют на те деньги, которые зарабатывает сам Гельман как бизнесмен. Таким образом, с другой стороны, в этот же период находится достаточное количество прогрессивно мыслящих бизнесменов, которые развивают свой бизнес уже после распада Советского Союза в новой молодой капиталистической стране России, которые, скалькируя опыт своих западных коллег, начинают собирать корпоративные коллекции. Одной из таких коллекций стала коллекция «Инкомбанка», другой коллекцией стала коллекция Константина Борового и его фирмы «Ренако». И множество других такого рода коллекций складывается в самом начале 90-х годов. Коллекционеры могут покупать работы как в галереях, так и в мастерских художниках. Одновременно с этим существуют ярмарки. С начала 90-х работает в Москве ярмарка, которая называлась так, что заставляла смеяться каждого профессионального эксперта в тогдашней Москве. Назывался она «Арт-миф», всего лишь «Москву Интернешнл Фэр». Но при этом в русской транскрипции становилось понятно, что мифом является и сама ярмарка, и художественный рынок, на который она якобы обращена. Другой ярмаркой стала ярмарка «Арт-манеж», возникшая на руинах «Арт-мифа». Располагалась она в Большом Манеже, и в Москве тогдашние ее шутливо называли некоммерческой ярмаркой «Арт-манеж», потому что там никогда ничего не продавалось. И большую часть площадей занимали некоммерческие проекты, поскольку арендная плата была высокой, галереи было мало, а территория была большая, надо было чем-то заполнять и привлекать одновременно зрителей. И, наконец, в 1996 году начинает работать ярмарка, которая называет себя «Арт-Москва». Теперь мы уже можем сказать, что 2013 год стал последним годом жизни этой ярмарки, и с этого года она перестает работать. Но, тем не менее, с 1996 года, почти 17 лет, эта ярмарка работала, и она стала действительно первым таким полигоном, на котором рынок начал демонстрировать свое существование не только в виде корпоративных коллекций появился покупательный, появились первые частные покупатели, которые приобретали произведения современного изобразительного искусства для своих кухонь, спален, гостиных, для больших особняков загородных, которых надо было чем-то украшать. Художники, о которых я буду говорить сейчас, это те, кто стали лидерами молодого российского арт-рынка, и это прежде всего, конечно же, дубосарские виноградов, которые каждый год предлагали художественному рынку что-то новое, в той или иной степени легкое, иногда шокирующее, но всегда достаточно респектабельное по своей форме. Я многие вещи не показываю здесь, боясь оскорбить чьи-то чувства неокрепшие, но самые радикальные вещи художники не прячут и демонстрируют их на своем сайте, который я вам советую посетить. Ну вот, например, такая трогательная вещь из серии «Русская литература», отчего бы не поместить на стене большой библиотеки не купленный и очень плохо на самом деле написанный пейзаж, купленный в переходе у ЦДХ, повесить туда вот такую милую картину, где есть и цветы, Достоевский, где есть ум, красота. Рядом можно в гостиной можно повесить портрет куклы большого формата, который одновременно и действительно по жанру портрет, с другой стороны портрет абсурдный, это не просто даже Барби, это Барби лысая. То есть какой-то элемент всегда такой панковской игры, подмигивания и заигрывания с потенциальным владельцем такого рода работы всегда присутствовал у дуэта «Дубоссарский виноградов». Олег Кулик в середине 90-х годов продолжает выступать как художник-акционист и проводит серию достаточно жестких радикальных акций, благодаря чему за ним закрепляется звание человека-собаки. В частности, перед вами акция «Бешеный пёс», одна из таких звездных акций Олега Кулика, когда дело происходило в Цюрихе, в самом центре Европы, и Кулик, обнажившись и встав на четвереньки, приковал себя к входу в Цюрихский Кунстхалле, где в этот день открывалась выставка, посвященная Никопе Расмане, и весь местный художественный помонд был приглашен, но вход на выставку им преградил взбесившийся человек-пёс, который, к сожалению, не просто лаял на проходящих зрителей и просто прохожих кидался на них слаем, не вставая из четверенек, но и некоторых валил на пол и даже кусал. Вскоре организаторы выставки вызвали полицию, и полиция была абсолютно растеряна, старалась не применять силу, и на видео, которое сохранилось на видео этого перформанса, видно, что полицейские, не зная, что делают с этим человеком, то ли сумасшедшим, то ли художником, венским акционистом, ведет его в полицейский автомобиль на поводке и применяет дубинку только один раз, когда Кулик пытается лизнуть его ботинок. Так или иначе, эта акция состоялась, были еще в 95-96 году несколько достаточно жестких выступлений Олега Кулика, среди которых, например, акция 96-го года, которую он делал во время выставки, называлась выставка Интерпол, большой кураторский проект нескольких европейских кураторов, во время которого Кулик очертил себе в выставочном зале территорию, ограниченную такой, знаете, черно-желтой полосой, означающей опасность, которая обычно запрещает пересекать себя, предупреждая о том, что за ее пределами находится что-то опасное, и поставил там будку, возле которой жил. Но западные кураторы, даже не то, что простые зрители, а именно кураторы, специалисты в области современного искусства не поняли, что шутки остались в прошлом. Это не постмодернистские кавычки, которые можно легко снять, потому что художник, он ведь свой. Нет, сказал Кулик, и покусал одного знаменитого куратора, который посмел пересечь эту желто-черную границу из чего вышел, а, в момент работы этой выставки была еще одна скандальная акция Александра Бренера, который анонсировал кураторам свой проект таким образом, что он будет все время работы выставки сидеть за большой ударной установкой и очень плохо играть на барабанах. Одновременно в том же зале располагалась большая колоссальная инсталляция одного европейского китайца, который долго и мучительно плел эту инсталляцию из человеческих волос. То есть, это была такая многодельная, очень сложная работа. И вот в первый день работы выставки Кулик покусал звезду мирового кураторского искусства, а Бренер, выскочив из-за своей ударной установки сокрушил ко всем чертям работу европейского китайца, не оставив ни одного целого волоска. Был большой скандал, как я уже сказала, и русским художникам инкриминировали некие тоталитарные мотивы, которыми они руководствуются, на что русские художники возражали, что на каких-то других основаниях намерены выстроить систему защиты современного искусства, для которого компромисс стал повседневностью и обнаружилось, что нет ни одной малейшей лазейки для того, чтобы художник мог высказаться более-менее убедительно, так, чтобы ему поверили. Этот проект Кулика более ранний, 1995 года, и он является частью большого проекта «Партия животных». Проект был реализован в процессе общероссийского политического марафона, мы тогда еще были вполне политизированной страной, и почти весь 1995 год был посвящен предвыборной кампании в Государственную Думу, куда намеревался баллотироваться и Олег Кулик со своей партией животных, которую он мечтал зарегистрировать, и одновременно с этим Марат Гельман провозил свой большой кураторский проект, полуполитологический, полухудожественный, который он назвал «Партия под ключ». предлагалось сделать следующее, многие восприняли это всерьез, предлагалось принести в политехнический музей, где проходили смотры и слушания, пакет документов и всю символику, идеологическую платформу и первых членов любой партии. Каждая партия должна была представить себя, свои основные политические цели, задачи, пути их реализации, стратегии и так далее. И победителю была обещана большая денежная премия, там действительно серьезно принимали участие молодые политики, и при этом одновременно в программе была заявлена партия животных, от лица которой на трибуну вышел кандидат от партии животных Олег Кулик, который вместо членораздельной речи начал мычать в микрофон, за что был избит организаторами и некоторым представителями молодых партий. Но почему мне важно показать этот плакат, предвыборный плакат партии животных, потому что уже в 95-м году Олег Кулик переходит к созданию достаточно убедительно созданных и увесисто исполненных мастеровито, профессионально, качественно исполненных продуктов, которые могут быть проданы. В частности, вот такой фотомонтаж, выглядящий как постановочная фотография, одновременно дизайнерский дизайнерский постер. И это вот такая скульптура, тоже выполненная Олегом Куликом в 95-м году, первые показанные в Копенгагене. Это так называемая оранжерийная пара, очень дорогой проект, состоящий, представляющий из себя фигуры коровы и покрывающие его быка. Обе скульптуры выполнены из стали и стекла. Внутри коровы находится почва, на которой растет цветы, сад, посаженные растения. Пенис быка представляет из себя насос, который поливает внутренности коровы водой. Вот такая работа, в которой также, как во многих других работах более поздних Олега Кулика и также, как в работах Дубоссарского Виноградова, совмещены с одной стороны очень качественные, зрелищные и в каких-то своих аспектах дизайнерски точные произведения искусства, которые не упрекнешь в бескусии или в отсутствии ремесленнических каких-то навыков. И, с другой стороны, крайне провокативный такой вот почти панковский характер изображенного. Точно таким же свойствами обладали и другие проекты Олега Кулика уже 1996 например года. Вот то, что вы видите перед собой это развитие темы. Фотографии 1996 были весьма похожи на те, что я вам показываю. Это большие лайтбоксы, в данном случае в форме Тонда, на которых совмещены три фотографии смешно сказать обнаженных. То есть это маленькая девочка плавающая воде обнаженный Олег Кулик плавающей воде и большой толстый бульдог плавающей воде. Одновременно с ними в воде плавает золотая рыбка. Для изготовления вот этих снимков Олег Кулик соорудил бассейн с стеклянным дном, чтобы фотограф мог реально снимать фотографии снизу. Это был, конечно, не бассейн в виде бассейна чайка. Это был просто такой поддон, стоящий на ножках. Первые фотоработы Олега Кулика были показаны, как я уже сказала, в 1996 году на мероприятии, которые также, как и ярмарка «Арт Москва», чрезвычайно важны для Москвы в 90-х годах и даже более позднего времени. Это так называемый «Арт Москва» была, по-моему, в сентябре, а весной 1996-го в Москве открылся так называемый «Московский международный месяц фотографий», который курировала Ольга Свиблова и который в кратчайшие сроки сделал фотографию одним из самых модных и востребованных видов искусства в тогдашней Москве, выведя фотографии из абсолютно маргинализованного положения и позволив стать художниками то есть просто буквально всех к концу 90-х, по-моему, не было в Москве человека, который не ходил бы на московские фотобиеннали или на фестивали моды и стиль фотографий, которые чередовали друг друга. И к началу 2000-х, по-моему, у каждого был фотоаппарат и каждый москвич изготавлял столько фотографий, сколько не мог принять ни один сервер, тем более домашний компьютер. И к концу 90-х же Олег Кулик окончательно почти полностью прекращает работать с жанром художественной акции и переходит на изготовление вот таких фотомонтажных работ, изображений, созданных с помощью компьютерного монтажа, в которых присутствуют все те же качества, о которых я говорила чуть раньше. Это очень такая плотная форма, которая поражает своим профессионализмом и остроумием технических решений, и с другой стороны это провокационное содержание, которое оправдывает вот этот глянец перед глазами профессионального художественного сообщества, которое в противном случае не сочло бы эту работу в полной мере произведением современного искусства, а скорее вывело бы Олега Кулика с его фотографиями в область салона и дизайна интерьерного. В начале 90-х годов в Москве начинает работать еще одна группа, которая поначалу держится особняком, не примыкая ни к одному из существующих групповых таких образований. Это группа ЕС, основной чертой которой с моей точки зрения является чрезвычайная чуткость на художественную западную моду, которая срабатывает ровно в тот момент, когда мода становится уже весьма и весьма очевидна для профессионального художественного сообщества. То есть как вам сказать, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что создатели моды опережают свое время, они предлагают решение рынку моды, в том числе и художественной моды, но есть те, кто адаптирует уже найденные решения, становящиеся мейнстримом, и к таким художникам безусловно относятся, по-моему, и АЭС, которые адаптируют вот эти темы, эти стратегии для российского художественного контекста, и одним из первых таких движений, которые адаптируются в частности в творчестве АЭС, становится тема телесности, которая очень популярна в западноевропейском американском искусстве в самом начале 90-х годов, которую по-своему отыгрывали в своих акциях и Олег Кулик, и Александр Бреннер, и Осмоловский, его коллеги. Но у группы АЭС эта тема телесности решается несколько иначе. Они никогда не используют свое тело или не выступают в непосредственный контакт с публикой, неважно, профессиональной или профанной публикой. Они дают зрителю некое снятое уже обработанное тело, которое находится все время как бы за стеклом любого медиума. Это может быть объектность, это может быть фотография, и это всегда страшно, неприятно, но не опасно. Один из первых таких проектов, который маркирует такой триумф темы телесности в московской художественной ситуации, была работа, которую вы сейчас видите на своем экране, это такие столбики разных конфигураций, на которых в торце которых располагает цветная фотография, либо какого-то человеческого органа, это может быть нос, ухо, рот и так далее. Собственно говоря, вроде бы ничего страшного мы не видим, но в совокупности вот эти макрофотографии человеческих, деталей человеческого тела, расположенные на таких носителях, на столбах обмотанных чем-то напоминающим бинты, дает нам прямую ассоциацию с таким ранимым открытым телом, с телом как раны, как потенциальной раны, и вот через эти метафоры художники работают уже с той темой, которая к 95-му году, надо сказать, была уже достаточно раскрыта в западном искусстве. Еще один очень показательный проект, который называется «Семейный портрет в интерьере», где художники группы, участники группы сняты вот с такими зияющими ранами на разных частях своего тела. Все это, конечно, бутафория, но снято это все очень мастерски, с прекрасно воспроизведенными кровавыми подробностями. Понятно, о чем эта работа, наверное, о том, насколько тяжело бывает в семье, насколько тяжело быть мужем и женой, и насколько часто муж и жена убивают друг друга без оружия ежедневными встречами за завтраком и ужином, но было это выражено достаточно с одной стороны, так же, как у Олега Кулика, провокативно. Мы видим открытые раны, кровь, острые ножницы и прочий ужас, но при этом лица художников милые, безмятежные, они хорошо одеты, фотографии в рост напечатаны прекрасно. То есть это классический образец московского, как можно сейчас уже свидетельствовать, московского радикального салона, как я бы это назвала, который не дает технологии превратить изображение в нечто достаточно засахаренное настолько, чтобы стать салоном окончательно. Нет, это все-таки радикальный салон, это салон востребованный не только рынком, но и большими кураторами, в том числе и международными, и одним таким мегапопулярным проектом группы АЭС стал так называемый «Исламский проект», в котором на фоне непрекращающейся Чеченской войны художники вскрывали уже тогда очень острую тему взаимодействия цивилизаций христианской с одной стороны, исламской с другой стороны. Они создали целую серию фотографий, на которых символы европейской или европоцентричной культуры были соединены с не менее значимыми символами культуры исламской. Например, перед вами Нью-Йоркский музей Гугенхайма, который украшен куполом мечети, рядом мы видим минарет. Мимо на фоне нью-йоркских такси проезжает открытый БТР с чернокожими мусульманами, вооруженными вот этим пулеметом. Среди других фотомонтажей этой же серии было, например, изображение Красной площади с мавзолеем, собором Василия Блаженова и прочими ее атрибутами, но только посреди площади был разожжен костер, вокруг которого сидели афганские талибы, рядом стояли такие деревянные козла, с которых свисали отрубленные кисти рук. Еще одна из самых знаменитых работ этого цикла представляла из себя статую Свободы, но с надетой на нее паранжой. Еще один проект группы С, который назывался «Подозреваемые». Был он реализован в 1997-1998 годах и тоже был достаточно провокационным для зрителей. В рамках этого проекта художники сфотографировали семь девочек из обычных московских семей, из семерых узниц колонии строгого режима для несовершеннолетних преступниц, истории которых были изложены в каталоге выставки и в экспозиции. Надо было действительно страшные девочки-убийцы. И нужно было выявить среди 14 фотографий кто же из этих девочек убийца, кто обычная школьница. И наконец еще один проект с самого начала 2000-х годов сохраняет все те же черты московского радикального салона, о которых я уже говорила. Это замечательное технологическое решение, очень сложно композиционно созданная большая фотография очень дорогой печатью. Постановочная фотография это уже не монтаж. Действительно несколько десятков детей из танцевальных студий в этом огромном золотом зале сфотографированы глядящими в камеру, как если бы за камерой стоял не профессиональный фотограф, а тот лесной царь, который собирается их похитить. Так вот, вот это прекрасная тщательно отработанная композиция. Дети прекрасны. зал блистает, паркет лучится чистотой, но при этом мы понимаем прекрасно, что большое количество детей в танцевальной одежде, помещенные на такую гламурную фотографию, вывешенную на выставке современного искусства, в этом есть что-то такое патологическое, что тогда еще боялись называть, но не было на них тогда депутата Милонова. Еще один художник, который стал одним из важнейших персонажей Москвы 90-х годов, это Владислав Мамышев-Монро, представитель ленинградской культуры, который один из редких случаев, когда ленинградский художник адаптировался в московском художественном контексте, художник с очень пластичной самостью, художник, которого после его недавней трагической гибели назвали главным предметом своего собственного искусства. Владик Монро был, конечно же, не просто автором постановочных фотографий, он сам был произведением искусства в значительной степени. И вот перед вами одно из его первых появлений в образе Мерлин Монро, когда он спел, будучи наряжен как Мерлин Монро, в одном из ленинградских рок-клубов. Имидж Мерлин Монро становится вообще Мерлин Монро как таковая становится его альтер-эго, он часто появляется в образе американской дивы, и в 95-м году в галерее Якута организует выставку, которая называется «Из жизни замечательных Монро». Выставка состоит из больших постановочных фотографий, но, естественно, не только Мерлин является героиней этих фотографий, там есть Владимир Ильич Ленин, там есть Жанна Дарк, там есть Гитлер, там есть Иисус Христос, там есть вот все, кого вы можете вообразить, и все они вылиты в свои прототипы, как это ни странно. Этот проект был еще интересен тем, что искусство вышло за пределы галереи, что было достаточно распространено и в 90-е годы, но это было не искусство на улицах, наподобие искусства московских акционистов. Хозяин галереи, где был реализован проект, а именно это был бывший участник, бывший организатор первой галереи, в то время владелец своей собственной галереи Александр Якут, галерея так называлась, Якут галерея. Он не только показал фотографии Владика Монро на стенах галереи, но и на баннерах, которые многометровых таких плакатах, которые были развешаны вдоль всей улица Большая Якиманка. Таким образом, искусство тогда прорывалось к зрителю самыми разными способами. Еще несколько работ, которые создал Влад Монро. в частности, вот эта работа, которая называется «Русские вопросы», то есть через сюжеты русских сказок, в частности, в данном случае «Аленький цветочек», Владик Монро раскрывал действительно вечные вопросы русской культуры, в частности, взаимоотношения русских и евреев. Ну, как видно. Другой проект отпечатков прошу прощения на своей выставке «Житие мое». Здесь вы видите художника в образе Аллы Пугачевой и Алла Пугачева заплакана. Это действительно было трагическое событие, поскольку за спиной Аллы Пугачевой вы видите обломки грандиозного витража, который, собственно, и должен был быть экспонатом на выставке «Житие мое». Но в день перед вернисажем этот многокилограммовый стеклянный объект был разбит на мелкие-мелкие кусочки. И снова, так же, как в случае с группой АЭС, так же, как в случае с Дубоссарским виноградом Олегом Куликом, мы имеем дело с достаточно радикальным художественным высказыванием, которым мы видим человека, меняющего свое «я», то, что в аббревиатуре ЛГБТ могло бы быть буквой «Т» «трансджендер», но это не трансджендер, как хирургическая гормональная процедура, а психологический такой гендерный хамелеон, который может стать Достоевским, Чарли Чаплином через минуту Аллы Пугачевой или Бриджит Бордо, еще через минуту Папой Римским, а еще через минуту Владимиром Путином или Любовью Орловой. Никогда не было предсказуемо. При этом всегда находился некий продукт, который можно было продать. Это в частности и вот такие постановочные фотографии, оформленные вручную, где сюжет был провокативен, еще раз повторяю, а исполнение чрезвычайно технологично и универсально прекрасно. Еще один художник, без которого нельзя было бы говорить о 90-х годах как о некоем целостном явлении, это художник, находившийся всегда чуть поодаль, вне всяких групп и всегда имевший свое ни на что не похожее лицо, свой облик, который достаточно трудно рассказывать, поскольку в отличие от многих прочих он очень разнообразен. И если начинал он в конце 80-х, это Дмитрий Гутов, как вы понимаете по надписи на слайде, начинал он в конце 80-х вот с таких композиций объектных, в которых совмещал различные предметы позаимствованные скульптурой 60-х годов излюбленного времени Дмитрия Гутова. В данном случае это дверца какого-то кухонного шкафа с таким очень характерным шестидесятническим рисунком и приклеенным к этой дверце шкафа стаканчиком тоже очень характерного дизайна. Вроде бы ничего особенного, но почему-то с самого начала эти работы привлекали к себе внимание и своей какой-то интеллектуальной выверенностью, сдержанностью и безупречным вкусом. И надо сказать, что Дмитрий Гутов по первому образованию историк, по второму образованию искусствовед, и только в-третьих он художник и человек, который легко и без всяких усилий перемещается из одного пласта культуры в другой, от одного жанра может перейти к другому, и уже в начале 90-х он активнейшим образом работает с инсталляционными формами, не только с формой объекта и картины. Перед вами его инсталляция «Человек-амфибия» 91-го года в парке Кускова, где проходила большая выставка, которую курировал Виктор Мезиана. Это было действительно значимое событие для того времени и одним из центральных экспонатов этой выставки, которая расползлась по всему парку и его павильоном, была вот эта сеть, которая была погружена в парковый пруд, как если бы там действительно обитал «Человек-амфибия». И не просто из рассказа Беляева, но и из любимого всеми советскими людьми фильма «Человек-амфибия». Другая инсталляция, реализованная в следующем году, была показана на выставке, которую курировал Олег Кулик, которая прошла за городом тоже, и которая состояла в том, что выставка называлась «Прозрачным», финансировала ее галерея «Реджина», не будем это забывать. Состояла инсталляция Гутова из нескольких тысяч балланов для бадминтона, повешенных на тонких, невидимых лесках в воздухе между деревьями. И тоже было ощущение, как если бы вдруг несколько тысяч игроков взялись за ракетки и в воздух полетели бы вот эти воздушные прекрасные предметы, которые для нас ассоциируются с летним дачным отдыхом, безмятежностью и счастьем. Следующая инсталляция, которую я хотела бы вам показать, была сделана в 93-м уже году и называлась она 60-е, еще раз про любовь. Она заняла все три зала Большого Центра Современного Искусства на Малой Якиманке и представляла из себя вот эти три зала, полностью засыпанные мокрыми опилками мелкими, напоминающими песок. Как видите, большой дальний зал, он у вас слева на изображении, действительно на треть засыпан этим мокрым песком, как бы, а на дальнюю стену проецируется видеоизображение морского прибоя. Соседний с этим залом вы видите почти доверху заполнен песком, у входа лежат две пары обуви, одна мужская, другая женская. И, наконец, последняя работа, которую мне хотелось бы сегодня успеть вам показать, была осуществлена в 94-м году в новом помещении галереи Реджина. Помещение было очень бесконечно технологически оснащено, в частности, оно могло функционировать как бассейн, и это позволило наполнить дно галереи, пол галереи, дно этого бассейна с жидкой черной грязью противной. Достаточно толстым слоем лежала эта грязь на полу. По краю вот здесь вы видите фотографии московских ларьков, отличный проект художницы Татьяны Хенсклер, по-своему тоже летопись эпохи. сегодня такого уже не найдешь. И зрители, как вы видите, должны были перемещаться по территории галереи, по вот этим шатким, не очень складно расложенным мосткам. Конечно, все тут же вспомнили картину Юрия Пименова, как же она называется, знаменитая картина, где изображена свадьба, свадьба на завтрашней улице называлась эта работа. И мало кто догадывался, что необходимо, чтобы понять еще один аспект инсталляции Дмитрия Гутова, надо подняться вот на эти хоры, на антресоли, для того, чтобы увидеть, как выглядит инсталляция сверху. Так же, как та самая дверца от кухонного гарнитура, с которой Дмитрий Гутов начал свою художественную карьеру. На этом я позволю себе закончить нашу встречу. И в следующий раз мы поговорим с вами о судьбе московского акционизма в самом конце 90-х годов, о нонспектакулярном искусстве и о искусстве начала 2000-х и первых институциях новой России, уже путинской России. Если у вас есть сегодня ко мне какие-то вопросы, я предлагаю вам их задать. Вначале вы сказали про то, что эта группа трёхпрудного переулка, у нее возникла необходимость дать какой-то простой ответ высоким интеллектуальным запросам московских противопоставить что-то по крайней мере. Почему возникла такая ответственность? Ну, видите ли, для того, вот представьте себе, попробую очень просто объяснить, представьте себе некую игровую площадку, на которой происходит игра, а вас туда не берут. Ну, вот как бы и более того, вы даже не знаете правил и не можете говорить с игроками на их языке. Либо вы уходите, либо вы начинаете играть в свою игру, правила, которые вы сами придумываете, и она оказывается в итоге более интересной, чем та, поэтому вся вот эта игровая площадка начинает играть по вашим правилам. То есть, условно говоря, если упростить то, чем занимались Смоловский, там, Кулик, Бреннер, то, чем занимались трехпрудники, это вот поиск своей территории, создание своих собственных правил игры и вовлечение какого-то, ну, все большего-большего количества сочувствующих на трибуны своего стадиона. Вот как-то так. Если это что-то объяснило. В работах Дубовсанского и Миноградов там было больше чего? Игры или критики? Критики современной культуры, потому что появляются Шварценеггеры и Сталлоне, Барби, и все, что это было? Это действие у нас покупательных? Вы знаете, ну, было бы, конечно, мне даже иногда очень трудно отделить работы от тех, кто их создал, поэтому, зная Владимира Дубовсанского и Александра Виноградова, я, конечно же, не могу их представить в роли беспощадных критиков концомерического общества. Я думаю, им было вообще-то все равно. Они использовали те образы, как, впрочем, Энди Уорхолу, которым было все равно Мерлин Монро, так Мерлин Монро. Популярная женщина, популярная женщина. Вот, поэтому появляются у них на картинах появляются Шварценеггер и Сталлоне, Герхард Шрёдер и Ельцин. В конце концов, у них есть свой пантеон таких поп-фигур русской литературы. Это знаменитое скандальное полотно, где все основные действующие лица русской литературы, от, я не знаю, от Пушкина до Ахматовой, стоят в рядок на фоне типично русского пейзажа. Единственный минус заключается в том, что они все раздеты догола. Вот, вот как бы критика чего это? Критика отношения к русской литературе как к вечному источнику нашего благосостояния, как вот, ну там, нефтяная труба, с одной стороны, и наследие 19-го, начало 20-го века, с другой стороны. То есть, у нас как бы русская культура есть два оправдания. Там, с одной стороны, природные ресурсы, с другой стороны, великая русская культура. Вот над чем они издеваются здесь? Или над зрителем, которому неловко смотреть на голую Ахматову? Вот, как бы непонятно. Я думаю... Еще один вопрос. Спасибо большое за лекцию. А как вам видится то, что делались российские художники в общем мировом контексте? Российские художники? То, о чем мы говорим, как это вот, если взглянуть там на планету Земля с космоса, как это... Ну, про Рейс, я расскажу, что... Нет, на самом деле, очень громко заявил о себе Олег Кулик. Не случайно и он, и Анатолий Осмоловский были участниками значительных международных художественных выставок в 90-е годы. Например, Осмоловский в 92-м году участвовал... А он, я напомню, начал работать в 88-89-м. В 92-м году он уже участвовал в Венецианской биеннале и в Стамбульской биеннале. Нет, в 93-м была Венецианская биеннале. Олег Кулик участвовал в первой европейской биеннале манифеста и его перформансом открывал State Modern. То есть, как бы, на самом деле, отдельные фигуры нашего многострадального искусства вполне вписаны в международную художественную историю, но, с моей точки зрения, недостаточно и несправедливо мало. И в этом смысле это один из уроков тех же 90-х, когда все силы нашего художественного сообщества, которые я ни в коем случае ни в чем не могу упрекать, были направлены на то, чтобы сложить, не инвестировать в авторитеты русского искусства за рубежом, а выстроить на этом абсолютном пустом болоте хоть какие-то мостки, вот как у Гутова над черной грязью, какие-то мостки первых институциональных сетей. Появились галереи, появились журналы, появились художественные критики, художники, наконец, появились новые. То есть, даже музей, по всякому случаю, прототип музея появился в лице царицинской коллекции Андрея Ерофеева. И, соответственно, все силы ушли в это. То, что смог западный международный мир взять, то он взял. Очень часто он брал на минуту. То есть, он брал на одну выставку работы художника, по которой он оказывал совершенно забытым. Но, так или иначе, такие художники, как Дубасарский Виноградов, Кошляков, АИС, Кулик, работают и сегодня не только с московскими галереями, российскими галереями, но и с западными галереями. Что тоже свидетельство того, что у них есть покупатель по всему миру. Все-таки многие работы российских художников как анаболевшие. Динокрадов Тубасарский, они все-таки такое воплощение успешности и, на ваш взгляд, это внутренние или внешние причины, почему судьба многих художников российских сказывалась таким образом, что им просто не удавалось коммерчески. воплощение. Вы знаете, я надеюсь, что следующая наша встреча покажет, что это не совсем так. И некоторые художники, которые не заигрывают с публикой в, я имею в виду, не заигрывают на уровне сюжета облегченности анекдотической самой композиции, эта игра вообще снимается, но они могут быть названы такими же коммерчески успешными. Что касается коммерческого успеха или неуспеха, то он всегда в значительной степени результат в большой степени результат случая. Если бы в свое время работу Дубосарского виноградова не купила владелица сети фитнес-клубов, возможно, их не заметили другие состояния покупателей, которые решили то же, как и она, купить себе. То есть у тебя биджак вирсачи, у меня биджак вирсачи, у тебя Дубосарского виноградова, у меня Дубосарского винограда. То есть тут был какой-то такой вот момент случайности. Но, конечно, с другой стороны, нельзя не отдать должное художникам, которые нашли вот этот идеальный баланс провокативности и живописного мастерства, который был способен удовлетворить всех, начиная от галериста и злобного критика из какого-нибудь газета «Коммерсат», и, с другой стороны, покупателя, который вот этих всех постмодернистских дел, он как бы не знает, но ему просто смешно, что вот Шварценеггер сидит и красит картинку в образе терминатора. Соответственно, я думаю, что успех еще и в том, что Дубоссарскому Виноградову не надо было идти ни на какие компромиссы с своей художественной совестью для того, чтобы достичь этого успеха и попасть в яблочко. Они нашли себя вот в этот момент, и в этот момент состоялся их успех. Что касается менее коммерчески успешных художников, то это судьба большинства художников во всем мире. Просто у нас вообще художников меньше, поэтому у нас успешных меньше, и у неуспешных как-то они заметнее. Но во всем мире их большинство, подавляющее большинство, я бы сказала. Спасибо вам большое. Приходите, у нас осталось еще две встречи. Спасибо вам, что провели вечер и поражали. У меня в следующую лекцию будет в следующую пятницу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok